Проект «Читай быстро» представляет Мнемоника. Что это такое? Примеры, упражнения и приемы. Поехали! Для начала давайте разберемся, что это такое. Мнемоника – методика, позволяющая управлять собственной памятью и достоверно запоминать любые по объему блоки самой разнообразной информации. Представляет собой специфический алгоритм кодирования данных, проще говоря, алгоритм ассоциативного мышления. Он состоит из следующих этапов. Превращение информации в образы, комплектация образов в одну связанную конструкцию, запоминание получившейся последовательности, закрепление ее в памяти. На алгоритме используются тысячелетиями, просто сейчас приобрели повышенную актуальность. И если раньше люди сами переходили к пониманию основных принципов мнемоники, то сейчас вам предлагается огромное количество курсов, учебников и статей. Просто учитесь! Нужна ли мнемоника в обычной жизни? Как показывает практика, людям проще найти блокнот и ручку, чем тратить время на изучение принципов запоминания комбинаций цифр. Есть сферы, в которых мнемоника действительно станет палочкой-выручалочкой, к ним относятся. Студенческая жизнь, которая требует постоянного запоминания каких-нибудь блоков информации. Особенно важна мнемоника, когда речь заходит о заучивании билетов на экзамен. Изучение иностранной лексики, которая запоминается гораздо лучше, если проводить ассоциации. Качество и скорость изучения разговорной речи благодаря мнемонике сильно вырастают. Тем любителям лингвистики рекомендуется знать базовые навыки мнемотехники. Ораторское искусство, которое требует уверенного и захватывающего вещания о тех или иных вещах, не обходится без мнемоники. Чтобы быстро и полноценно запомнить текст речи, не потеряться в цифрах, датах, графиках и других четких конструкциях, следует применять мнемонику. Тогда на выступлении вам не придется ежесекунда заглядывать в бумажку. В целом приемов быстрого и качественного запоминания самой разной информации существует очень-очень много. И будет совершенно нормальным, если вы придумаете какой-нибудь свой, отличный от других способ. Составление рифмы с той информацией, которую требуется запомнить. Создание смысловых предложений или даже историй из первых букв запоминаемых данных. Применение фонетической созвучности слов для изучения иностранной лексики. Использование ярких и нестандартных ассоциаций для определенной информации. Известная методика пространственного воображения. Больше про то, как связаны мнемоника и скорочтение. Что такое методика Эвазовского? Как использовать мнемонику для детей? Правила обучения и игры. Все это и многое другое в нашей огромной статье, посвященной мнемонике. Ссылка в описании. Приходите, читайте, комментируйте, делитесь с друзьями. Читайте быстро вместе с читай быстро и запоминайте тоже.